здравствуйте друзья мы с вами движемся по такой не то что горный но такой немножко серпатинистой дорожке буквально 3 мили нам надо проехать чтобы попасть на вайнере винодельню мы любим туда заезжать это недалеко от нашей дачи в санта круз буквально 15 минут езды я вспоминаю эти в институте у нас был паренек один он был после армии мы-то все так после школы молодые а он уже в армии отслужил знал жизнь и я часто цитировал своего сержанта который был видимо большого так сказать ума человек интеллекта и вот он так как-то раз он такую фразу сказал не все к счастье а в канители так вот друзья не выпить давайте я там понюхать или там знаете размешать в рюмочке и тогда не в этом счастье а вот в этой канители когда ты едешь когда горная дорога типа горная дорога вокруг зеленюшки месяц март у нас не будет 14 сегодня до 14 марта суббота и вот мы так себе едем перед его и нарезать да мы свернули прямо от дороги идущие вдоль океана то есть мы смотрели смотрели на океан потом раз вправо и вот вправо это уже то что видите вы я хотел показать такую дорожку однополосную тут все аккуратненько миленько вообще в этих местах вот где мы сейчас проезжаем там ну еще пять минут там и жилья много но но все это в лесу леса секвой вы как у нас редбудом называют эти деревья вот смотрите он как мы бежать мы сейчас начнется уже по-настоящему почти как на так почти как ну как как в калифорнии положено вот все друзья мы в настоящей калифорнии уже вот пошли леса тут секвой с разных сторон там и так далее вот в этом во всем есть дома они недорого стоят в сравнении с теми что на побережье хотя конечно это может быть намного дороже чем допустим я не знаю там дети во флориде но все-таки это калифорния но намного дешевле и я бы сказал жизнь в лесу специфическая не то чтобы вот вы будете бояться ночью здесь возвращаться хотя конечно вот дорога специфическая в темноте фонарей нет но когда дом стоит в лесу то там термиты чувствует себя как дома гораздо лучше себя чувствует и защитить дом от термитов намного сложнее поэтому гораздо больше хлопот вот с этой частью и на самом деле это значит что дом как бы приходит в такое не очень хорошее состояние гораздо быстрее чем это же самое с ним произошло бы в такой более нормальной местности где термиты не являются проблемой так я к сожалению не вижу что видите вы что снимает наша камера потому что у меня камера gopro не имеет окошечка такого где я мог бы видеть то что снимается но я примерно представляю поэтому мне кажется вам должно понравиться вот это зрелище по всякому случае она реальная и кто-то в комментариях там под видео написал что я вот смотрю там разных блогеров и с тех пор как появились блогеры вообще нет смысла смотреть там официальное телевидение потому что то что показывают блогеры там не увидишь никогда ну и это правда то есть блогер снимает то что он видит он не претендует на как бы абсолютно полную картину и он даже не претендует на объективную картину она субъективно снимает вот по этой дороге едет и снимает если бы 10 разных блогеров друзья проехали по этой самой дороге в ту же самую винодельню я вас уверяю вы бы услышали 10 разных историй на этом месте вот кто-то бы рассказывал вам что скажем по сравнению с флоридой это все отстой другой бы вам рассказывал что такой красоты он никогда в жизни не видел 3 бы рассказывал о том что красное вино пить лучше чем белое и и каждый из них по-своему прав поэтому вот зачем вам смотреть черт знает что когда есть мы которые с удовольствием вам все это показывают и как некоторые тут знаете претензии говорят что мы все показываем красоту чтобы значит у есть родину а мы родину ни в каком смысле даже не имели ввиду показывая эту красоту вот и живи мы на родине наверно тоже нашли бы что-то красивенькое я тут притормозил хотел пропустить товарищу спешит вот просто красиво видите никто никого не обгоняется так назойливы водители вежливы я про себя в данном случае я хотела 3 мили там было написано 3 мили у меня ощущение что можно больше проехали честно сказать хотя мы не спешим по это на чем нам спешить куда куда спешить нет повода не продегустировать нет повода не получить удовольствие от выпитого и пережитого в момент при выпивании заборы заборы насколько мне память подсказывает тут не были несколько месяцев надо еще немножко еще немножко да тут люди живут друзья вот это здоровенное справа видели это секвой он впереди тоже по курсу да справа винограднички это секвой они так еще внизу как бы срастаются что ли такое ощущение что они там срослись как грибочки как опята с одного корня ну это может быть даже частично и правда да продают вот тут где-то сейчас это винодельня должна быть согласно моим воспоминаниям вот она я ее уже вижу вот она вот она друзья винодельня мы здесь бывали на самом деле мы тут не первый раз с вами я снимал уже тут но давайте попробуем запарковаться потому что такое ощущение что место нам не предусмотрено особо конечно но видишь на парке ну наверно давайте встанем тут я в конце концов думаю что мы никого не обидим хотя я вижу что там сзади машины стоят может быть пойдем туда давайте пройдем давайте пойдем туда давай тут нам мужчина вежливо подсказывает валить туда мы как родные вот едем так это странный мужичок с флажком давай сушь там еще внутри сколько всего то есть явно сегодня какой-то день любителей подегустировать такое у меня ощущение вот они тут сидят у них партия это партия они тут гуляют в друзья ну что делать мы не испортим дайте когда старый конь борозды не испортит так разорваться за этой машины туда я ее я ее сейчас развернемся мы надо сказать советской закалки мы не в таких местах парковались я вам скажу ой в каких местах вы парковались страшно вспомнить да так ну что же вот мы и прибыли все я переключаюсь на другую камеру и мы отправляемся погулять